Всем привет! С вами вновь инженер-электрик Якимов Игорь. Сегодня будем рассматривать терморегулятор теплого пола Energy TK08. Он может управлять температурой в диапазоне от 5 до 40 градусов, но не стоит его устанавливать во влажных местах, избегать мест, где возможно попадание влаги. Рекомендуемая высота установки от метра до полутора. Максимальная нагрузка 3200 Вт. Регулятор поставляется в такой упаковке. К нему прилагается датчик температуры теплого пола, который будет измерять его температуру. В комплект входит руководство по эксплуатации на русском и английском языках. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца. Гарантия заполняется в этом же руководстве. Я подключил терморегулятор по стандартной схеме. Только вместо теплого пола для наглядности подключил лампочку. В следующем ролике я покажу, как установить и подключить этот и подобные терморегуляторы. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы эти видео не пропустить. И как всегда буду благодарен вашим лайкам и репостам. Главная кнопка на терморегуляторе это включение и выключение теплого пола. Экран сенсорный. И чтобы включить или выключить, достаточно коснуться этой кнопки на несколько секунд. Вот я выключил и вот я его включил. Данный регулятор может работать в двух режимах. Ручной и программируемый. Для того, чтобы включить ручной режим, достаточно нажать кнопку вверх или вниз на терморегуляторе. У нас настройка к 25 градусов. Поднимаем, скажем до 27 градусов. Нажимаем возврат и ждем. У нас сейчас должна включиться лампа, которая имитирует теплый пол. Вот у нас включилась лампочка. Сейчас от лампочки нагреваем датчик, чтобы имитировать, что теплый пол нагрелся. Температуру, до которого нагрелся теплый пол, мы можем узнать, нажав на эту клавишу. У нас сейчас температура датчика 33,5 градусов. В результате терморегулятор сработал и выключил теплый пол. Перед тем, как использовать терморегулятор в программируемом режиме, нужно скорректировать часы. Для его установки нажимаем клавишу часы. Вначале выбираем какой у нас день недели. У меня сейчас среда. То есть выбрали третий день недели. Дальше нажимаем часы. Время сейчас у 20-24. Убираем. Опять нажимаем часы и настраиваем минуты. Нажимаем возврат и мы оказываемся в основном меню. И после настройки часов регулятор установился в программируемый режим. Мы также можем перейти в программируемый режим, нажав клавишу P. Перед тем, как разбираться с программированием, нужно понять, как работает терморегулятор. Он отрабатывает недельный цикл. Отдельно настраиваются будние дни от понедельника по пятницу. Отдельно настраиваются выходные дни суббота-воскресенье. Данный регулятор не настраивается на каждый день недели отдельно. В будние дни есть 4 временные зоны. Условно утро, день, вечер и ночь. На каждой временной зоне можно устанавливать свою температуру нагрева пола. Можно изменить как саму температуру пола, так и границы, когда начинаются данные временные зоны. В выходные дни есть две временные зоны. Условно, утро и ночь. Изначально уже в терморегулятор заложена программа. Вы ее видите в таблице. Что это означает? В будние дни, с понедельника по пятницу, вы поднимаетесь в 6 утра и уходите на работу в 8 утра. Все это время терморегулятор будет поддерживать температуру 25 градусов. Когда вы ушли, регулятор поддерживает меньшую температуру 20 градусов. В 7 вечера вы приходите с работы, а в полночь ложитесь спать. Терморегулятор все это время опять поддерживает температуру 25 градусов. На ночь регулятор переключается в более экономный режим и поддерживает уже температуру 20 градусов. В субботу и воскресенье вы поднимаетесь в 9 утра, а в полночь ложитесь спать. Все это время терморегулятор поддерживает температуру в 25 градусов. Ночью включается экономный режим и он уже поддерживает температуру в 20 градусов. Я уверен, что не для всех такой режим подходит, но его можно подкорректировать. Как можно настроить другие временные интервалы, так и поставить другие температуры теплого пола для поддержания. На каждый интервал свою температуру. В качестве примера я настрою данный график под себя. Я изменю расписание, но температуру трогать не буду. При желании вы тоже можете ее подкорректировать. Для начала программирования нажимаем кнопку P. Первым программируется утро буднего дня. Вот я поставил, что я встаю в 7 утра, а не в 6, как было изначально. Нажимаю опять на P. Теперь я могу подкорректировать температуру теплого пола. Но я менять ее не буду, оставлю 25. Как вы видите, температуру можно регулировать шагом полградуса. Нажимаем опять клавишу P. Сейчас программируется начало дневного периода, то есть когда я ухожу на работу. Я поставил, что в 9 утра я ухожу на работу. Температуру оставляю 20 градусов. Нажимаю опять P. Это время, когда начинается вечерний период. Я его ставлю в 8 вечера. Опять нажимаю P. Оставляю температуру 25 градусов. Нажимаю P. Это время, когда я ложусь спать. Устанавливаю 11 вечера. Нажимаю. Ночью у меня будет поддерживаться температура 20 градусов. Нажимаю опять P. Сейчас мы программируем временные интервалы, выходные дни. Ну пусть я оставлю в 9 утра, я встаю. Оставляю 25 градусов. Будет поддерживаться днем. Нажимаю опять. Но ложиться я буду не в 23.50, а в 23.00. Настраиваем. Нажимаем P. И ночью будет поддерживаться 20 градусов. На этом настройка терморегулятора закончена. Нажимаем возврат. Следует учитывать. При отключении терморегулятора от питания, программа возвращается к исходным настройкам. Что делать, если ты в субботу работаешь? В субботу, уходя на работу, регулятор можно выключить. А приходя, включить. Если у вас выходные в другие дни недели, например, в воскресенье и понедельник, то можно перенастроить часы. Например, отметил вторник, как понедельник. Тогда все расписание сдвинется на один день. И регулятор будет работать в воскресенье и понедельник, как выходные дни. Делаем выводы. Данный терморегулятор полезен, когда твой график жизни вкладывается в недельный цикл. И при этом у тебя 5 рабочих дней и 2 выходных. И этот график почти не меняется. При смене графика или включаешь терморегулятор в ручной режим, или перепрограммируешь. В следующих видео я расскажу, как установить и подключить данный терморегулятор. А также, какой терморегулятор выбрать, простой или программируемый. Подпишитесь на канал и жмите колокольчик, чтобы эти видео не пропустить. Свои вопросы и мнения оставляйте в комментариях. Буду благодарен вашим лайкам и репостам. До встречи в новых и старых видео. Субтитры создавал DimaTorzok